Приветствую вас. Значит, смотрите. Ваш вопрос состоит из таких, знаете, двух частей, серьезных двух частей. Значит, первая часть вашего вопроса состоит в том, что вы хотите записаться в спортзал. Если вы хотите записаться в спортзал, то наверняка вы знаете, для чего вы хотите этого. Почему вы хотите этого, понимаете? Наверняка вы знаете, зачем вам это нужно. Ну, то есть, чего вы ожидаете, например, от спортзал, допустим, и так далее. То есть, у меня складывается такое ощущение, когда вы рассказываете о своей проблеме, что вы хотите не в спортзал записаться, да? Вот вам не в спортзал нужен как таковой, а вам нужно что-то другое. Например, вам нужно доказать или показать на зуб мужчинам что-то. Ну, вот, понимаете, по крайней мере, по крайней мере, в этом вы нуждаетесь в первую очередь, на мой взгляд. То есть, вы нуждаетесь именно в том, чтобы мужчинам что-то доказать. Вот в этом вы нуждаетесь в первую очередь. То есть, вы хотите утвердиться, что мужчины для вас важны, очень важны. Именно, вот, мужчины как, ну, как, как таковыне, да? Вот. Мужчины волнуют вас. И здесь у меня, конечно, к вам вопрос такого плана, да? Это вопрос такой. Чем? Чем мужчины так вас волнуют? То есть, вот вы говорите, что я их боюсь. То есть, они для вас очень значимы. Вот. В чем значимость мужчин? Складывается такое впечатление, что спортзал вам нужен для того, чтобы привлечь мужчин к себе. Чтобы привлечь мужчин, чтобы они обратили на вас внимание, может быть. Вот так это выглядит, по крайней мере, именно с вашей стороны. Потому что спортзал, это спортзал, а личные отношения, это личные отношения. Ну, то есть, это совсем другое, это совсем не то же самое. То есть, вы смешиваете, вы смешиваете одно и другое. Знаете? И у этого есть, естественно, причина. Страх перед мужчинами побаривать, конечно же, не стоит. Побаривать вообще ничего не стоит. Потому что любое побаривание означает, по сути дела, подавление. Понимаете? А подавление ни в коем случае не способствует тому, что вы будете счастливее, что вы будете свободнее, что вы будете радостнее, ну и так далее. И так далее. Вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, страх не нужно подавлять. Страх нужно раскрывать. То есть, грубо говоря, то есть, например, например, когда вы начали бояться мужчин, допустим, чем они вас пугают? Что для вас так страшно? Как вы чувствуете себя в этот момент? Ну вот именно, именно в момент, когда вы боитесь мужчин? Как вы себя ощущаете? Что вам дает вот это чувство, чувство страха? Ведь что-то же оно вам наверняка дает, правильно? Что-то оно вам наверняка дает, это чувство страха. Оно дает вам, например, возможность не сближаться с мужчинами. То есть, страх близости. Страх близости может быть связан и с нежеланием испытывать боль, и с запретом на эмоциональную и физическую близость с мужчинами. Понимаете? Страх может быть связан и с посылом ваших родителей, например, которые, ну, могли по той или иной причине запрещать вам сближаться с мужчинами и проявлять свою, например, сексуальность и так далее. То есть, это может быть неуверенность в себе комплекса по поводу своей внешности и, значит, переживания по поводу того, что мужчины, например, вас, ну, скажем так, не оценят, да, не заметят, и вы будете чувствовать себя ненужной, брошенной и вообще не в центре внимания. Такая история, в принципе, тоже может быть. И здесь, пожалуй, есть только один нюанс, что Ваша Ваша неуверенность в себе Которая Имеет место быть Именно неуверенность Она Имеет, ну, немножко Другую природу То есть, дело здесь не в страхе Перед Мужчинами А дело здесь в том Как Вы воспринимаете себя То есть, вы себя воспринимаете Не целиком Вы себя не принимаете Целиком И из-за этого И из-за того, что вы себя Не принимаете целиком Вы не можете и с мужчинами Взаимодействовать Адекватно, потому что От них зависит то, что вы думаете О себе И Вероятно Вероятнее всего Прообразом Того, что Вас Волнует То Что о вас подумают другие Прообразом А Является Отец Ну Или мать В данном Случае Значит Ну В данном Случае Скорее всего Отец То есть Отец Вам Говорил О том Какой Вам Нужно Нужно Быть А Мама Говорила Вам Как То есть Как Нужно Действовать Понимаете? Вот Ну Ну Это Вот Это Чисто Вот То Что Я могу предположить Исходя из Того Что Вы написали Да Потому Что Ну Вот Вы Говорите Что Есть Страх Да Что Я боюсь А Чего Именно Я боюсь Как То Вы Не Написали Ну Вы боитесь Мужин Хорошо А Чего Конкретно В Мужинах Вы Боитесь Собственного Конкретно В мужчинах Вас Что Пугает Понимаете? Ну Вот То Есть На мой взгляд вот эти вещи они очень важны ибо именно от этого зависит то по сути дел как вы себя ведете и как вы себя позиционируете это ваши слабые места кстати говоря например я боюсь мужчин потому что они мне покажут какая я там не такая допустим но о том что я какая-то не такая я же думаю не просто так я же думаю не сама мне же откуда то это знание появилось что я не такая вот знаете вот источник этого знания нужно найти постараться по крайней мере найти его но это знаете не сложно сделать и если вы найдете источник этого вы его найдете если психологом например будете искать что вы сможете увидеть что стоит за этим страхом кто вам внушил что мужчин нужно бояться понимаете была такая история что некоторые родители в частности и матери например девочкам внушают что у мужчин они вот такие они агрессивные животные злые там и прочее 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 и естественно такая девочка боится мужчин потому что мама боится девочка тоже боится этого нам не боятся девочка бы не боялась вам проблема в том что поскольку боится мама то то, соответственно, мама не может научить девочку защищать себя, не может научить девочку отстаивать свою профессию, да, и не может научить девочку, ну, вести себя адекватно в этой ситуации. Ситуация вот, когда, ну, действительно происходят какие-то вещи, вот, то есть надо сказать, что, бояться этого не нужно. Что, например, бывают такие вот мужчины, да, но они бывают разными, и когда мужчина поступает с собой вот так, нужно вести себя, ну, вот таким образом, вот, понимаете. То есть природа, именно природа страха вашего, она может быть довольно многообразной, понимаете, может быть, вообще дело не в родителях, а в том, что с вами в жизни что-то вот такое происходило, да, ну, просто вот с вами, именно с вами что-то происходило, что напугало вас. Вот бывает такое, что, например, в детстве, да, в детстве с девочкой, да, происходит какая-то история, то есть ее там незнакомый парень, незнакомый мужчина куда-то там отводит, она его боится, да, и убегает от него в страхе, и после этого боится мужчин. Вот. 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 Тут тоже момент, называется комплекс, как раз таки. Причем это комплекс, на мой взгляд, линейный. То есть, это комплекс такой, что если мужчина, например, оказывается рядом, то у вас запускается цепочка, у вас запускается цепочка, при желазе, как бы. Вот. И все это ведет к определенному поведению. Вот. Ну, подобное поведение его можно разбивать. Опять же, при этом давая что-то взамен. То есть, понимаете, если вы сейчас избавитесь от своего страха, то вам по сути, возможно, невозможно, нечего будет предложить совсем, кому бы то ни было, понимаете. Вот. Поэтому, убирать страх, вот вы, ну, понимаете, вы его можете убрать, да, через НЛП, например. Но, по факту, если у вас нет никаких ресурсов, да, для того, чтобы как-то вот купировать то, что вы боитесь. То есть, как-то вот вложить в освободившееся место, если вам нечего вложить, то страх просто будет проявляться где-то еще. Вот. Это такой момент. Далее. Значит, смотрите. Что-то такое. Вы можете, вы можете, довольно легко, самостоятельно, сделать примерно следующее. Вы можете спросить себя, конкретно, вот, вы боитесь мужчин, да, вы можете спросить себя, конкретно, чего я боюсь. Вот прямо здесь и сейчас, да, то есть вообще не задумываясь о том, не задумываясь о том, что произошло. То есть, что было раньше, об этом обо всем не задумываясь, просто вот здесь и сейчас. Я боюсь мужчин, да? Хорошо. Чего я боюсь? Ну вот, конкретно, по факту, чего я боюсь? Понимаете? И выделить это. То есть, чего я боюсь? Выделить. И после того, как выделите, задайте себе следующий вопрос. Произошло ли сейчас то, чего я боюсь? То есть, то, чего я не хочу, чтобы происходило, произошло сейчас или нет. Понимаете, да? Какой момент важный здесь. Далее. Если не произошло, то есть, если вы фиксируете себе, если вы фиксируете, что не произошло, то спокойно продолжаете двигаться по жизни, да, ну, то есть, заниматься тем, чем вы занимаетесь, постоянно фиксируя признаки того, что произошло или нет. Произошло или нет ещё? Уже или ещё то, чего вы боитесь? Дальше. Если всё-таки произошло, так ли это страшно для вас? То есть, так ли страшно то, чего вы боитесь? Так ли страшно то, чего вы не желаете, чтобы происходило? Если страшно, то какой конкретно вред об этом? То есть, чем страшно? И как вы можете этот вред нивелировать для себя? Ну, понятно, что это такие достаточно простые когнитивные средства для того, чтобы самостоятельно вам, например, от своего страха, да, ну, не знаю, если не побороть его, то хотя бы сделать меньше, потому что, ну, понятно, что если страх у вас глубинный, да, то есть, вы боитесь с детства мужчин, то подобные упражнения, они вам совсем-то проблему не решат, конечно. Вот. Но жизнь проще сделать, я это вам гарантирую. То есть, для начала, вот эта вот позиция, она очень неплохая. На самом деле. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Александр Сергеевич Бонзор